Недавно был проведен опрос среди россиян, где 14% респондентов проголосовали за Казань как за лучший город для работы на фрилансе. Он представляет собой внештатную работу. Человек выкладывает на специальный сайт перечень своих услуг, портфолио и свои расценки. А после дело за заказчиком. Существует множество веб-сайтов, на которых можно найти любого специалиста. Размах невероятен. От электрика до дипломированного менеджера. Уже два года работаю на фрилансе. Я пишу коммерческие текста на заказ, а также делаю видео и текстовые обзоры. Что касается плюсов и минусов работы на фрилансе, конечно, как и в любой работе, мне кажется, их равнозначное количество. Из плюсов то, что ты сам устраиваешь свой график. Ты можешь, например, во вторник в три часа дня пойти и позаниматься в спортзале или заняться какими-либо своими делами, то есть во время, когда все на работе. А также из минусов хотелось бы выделить то, что часто бывают разные ситуации и разные люди и разные заказчики. То есть один заказчик может перепроверять и перепроверять твою работу по несколько раз. И так как у тебя нет никаких гарантий со стороны заказчика, ты должен их много-много раз фиксить. Само выражение фриланс не новое и даже не относится к новомодным словам. Этот термин использовал еще Вальтер Скотт в своем романе «Айвенга», где фрилансером он назвал средневекового наемного воина. Люди часто относят к ним любого человека, который работает из дома. Но на деле для такого звания требуется гораздо больше условий. Плюсом в этом формате заработка достаточно. Самый выделяющийся из них самостоятельное распределение своего времени и выбор места работы. Ведь начальства как такового нет, и выполнять рабочие задачи можно хоть лежа на пляже. Главное, чтобы под рукой был телефон или ноутбук с подключенным интернетом. Но с 2019 года для отвергающих офиса и совещания все значительно усложнилось. Ведь в этом году был принят закон о введении налога для самозанятых. Это дополнительно означало, что без данного статуса работать вне штата незаконно. Поэтому, чтобы стать внештатным работником, в наше время необходимо пройти через процедуру оформления подобного статуса, чтобы узаконить свой доход для федеральной налоговой службы. Фриланс это такая форма занятости в настоящее время, которой занимается достаточно большое количество граждан Российской Федерации. Как мы знаем, порядка 10% трудоспособного населения России занимается именно работой во фрилансе. Это порядка 7 миллионов граждан Российской Федерации. Из минусов, конечно, стоит упомянуть это и законность действий. То есть никто не освобождает от ответственности. И, соответственно, фрилансеру необходимо следить за уплатой налогов, дабы не попасть в те сводки новостей, которые были у нас предыдущие три месяца, когда объявилась такая охота на блогеров. Что же касается надежности такого вида работы? Основным отличием специалисты выделяют отсутствие стабильности, ведь свободный трудовой рынок может быть непредсказуемым. И в определенный момент заказы пропадут, а с ними и доход. В этом случае работа по найму значительно облегчает жизнь и дает чувство уверенности в своем будущем. Риски – это в первую очередь поиск заказчиков. Фриланс построен по тому принципу, что сам фрилансер ищет заказчиков для, так сказать, работы. В один месяц у него может быть большой доход, в следующем месяце может быть только один заказчик, либо вообще может не быть проектов. Сейчас условия для работы на фрилансе максимально обширены. Ведь существует огромное количество курсов для освоения навыков специалиста любого профиля, а также множество площадок для размещения своих услуг. Главное – помнить крылатые выражения. Заплатил налоги – спи спокойно. Валерия Карташова, Кристина Отсекина, Александр Кузнецов, Универньюс.